Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович. Я врач, психиатр, нарколог, психотерапевт, главный врач клиники. Продолжаю отвечать на ваши вопросы многочисленные. Один из самых популярных вопросов по препарату клонозепам, что мне собственно удивительно в силу того, что он рецептурный и сейчас достаточно мало используемый, но раз уж тема позвала в дорогу, буду его разбирать. Напоминаю, что очень жду от вас вопросов, дискуссий, лайков, репостов. Приходите на мой канал Яндекс Дзен, там много интересной информации, которую можно почитать, поэтому милости прошу. Собственно, вот все мои видеоформаты, они существуют исключительно для вас, для просвещения, чтобы вы принимали разумные решения, чтобы вы не скатывались в зависимости, чтобы вы вовремя обращались к докторам и из любых проблем выходили с минимальными потерями. Возвращаемся к препарату клонозепам. Препарат достаточно старый, он относится к бензодиазепиновым транквилизатором, обладает множественным действием. Здесь и анксиолитическое противотревожное действие, и успокоительное действие, и миорелаксирующее, и противосудорожное, и снотворное. То есть препарат обладает прям очень большим рядом седативного депрессорного действия на нервную систему. Как и все бензодиазепиновые транквилизаторы, он действует через хлорные каналы на гамма-аминомасляную кислоту, основной тормозной нейромедиатор нашей центральной нервной системы, поэтому используется весьма широко. Как препарат выбора при лечении эпилепсии, очень часто случается такая тяжелая эпилепсия, малоподдающаяся лечению, мы вынуждены назначать этот препарат, хотя прекрасно знаем, что формируется и зависимость, но, как правило, речь идет о выборе по принципу меньше изол, потому что если эпилепсию не остановить, если будут припадки постоянные, если будет какой-то генерализованный очень тяжелый припадок, длительный, мы человека можем элементарно потерять. Эти пациенты имеют склонность входить в эпилептический статус, попадать в реанимацию и погибать от отека мозга. Выбора у нас нет, мы максимально быстро принимаем эти препараты, они прекрасно купируют и сам судорожный припадок и являются надежной профилактикой в силу того, что очень сильно тормозят нервную систему не только вот этот эпилептический очаг возбуждения в головном мозге, но и все. Неплохо препарат себя зарекомендовал в наркологии, особенно когда речь идет о тяжелом абстинентном состоянии, о предделирии, когда пациент становится неадекватным, у него нарушается сон, мы понимаем, что следующая остановка делирий, мы очень активно применяем бензодиазепиновые транквилизаторы, в том числе и клонозепам. Ну и естественно, когда делирий уже развился, это по сути тоже один из таких базовых препаратов, который позволяет достаточно быстро этот делирий прервать и восстановить пациента. Что можно сказать еще про колонозепам? Это препарат, подлежащий предметно-учетному контролю, 148 форма рецептов, просто так его не достать, это исключено, он назначается специалистами по очень жестким показаниям. Как правило, речь идет о курсовом лечении, не длительном, потому что формируется совершенно отчетливая зависимость. Препарат сильно угнетает центральную нервную систему, его очень тяжело сочетать с другими противоэпилептическими препаратами, потому что эффект будет суммирующийся. Его ни в коем случае нельзя применять с алкоголем, потому что будет выраженное депрессорное действие с угнетением центральной нервной системы. Препарат легко проникает через плацентарный барьер, поэтому он не применяется в период беременности, он также не применяется в период лактации. Хотя, повторюсь, всегда есть исключение, если у беременной какая-то тяжелая эпилепсия, эклампсия и мы понимаем, что если мы ее не остановим, она ребенка потеряет, конечно, мы на такие риски пойдем, мы будем применять этот препарат. Здесь уже речь идет о спасении жизни, поэтому все показания и противопоказания, они относительные. Каждый раз специалист взвешивает, учитывает все, функцию почек, печени, возраст пациента, сопутствующие заболевания и проведя такой глубокий анализ, принимает решение о назначении серьезных препаратов, очень жестко контролирует, как они применяются и при первой же возможности их отменяет. Все очень серьезно, вы не можете просто так неограниченно принимать транквилизаторы, потому что у вас разовьется аптечная токсикомания, вы станете зависимыми пациентами. У меня просто вал пациентов с зависимостью от транквилизаторов, как правило, там будет еще и алкоголь. Очень часто это любители психостимуляторов, которые очень сильно разгоняют свою нервную систему, а потом транквилизаторами восстанавливаются, как-то пытаются вернуть себе сон, обрести контроль над своим разогнавшимся мозгом, поэтому все очень серьезно, ни в коем случае нельзя принимать транквилизаторы по собственному желанию. Очень часто, кстати, люди жалуются, да вот у меня были проблемы со сном, кто-то из знакомых порекомендовал и даже поделился этими таблеточками, от бабушки остались, одно время у терапевтов было целое поветрие, чтобы бабушки им, очевидно, не донимали их в поликлиниках, они с удовольствием налево и направо назначали транквилизаторы, и у каждой бабушки уже была мини-аптечка дома. К вящей радости внуков и других их зависимых друзей, которые эту аптечку совершенно прекрасно грабили и комбинировали в различных сочетаниях эти препараты для получения уже эйфорических эффектов. Поэтому все строго, только от доктора. Я, как психиатр, тоже могу назначить, но очень коротким курсом, там, для купирования панических атак, для стабилизации сильного тревожного состояния. Препарат, допустим, очень плохо сочетается с антидепрессантами. Много нюансов. Это сейчас мне нужно многочасовое видео снимать, и которое будет, скорее всего, интересно только для узких специалистов. Поэтому я вас прошу вынести основную мысль. Вы не можете сами себе назначить этот препарат, даже если предположить, что вы его как-то достали, минуя эту 148-ую форму рецептов, как-то вы изловчились, вы, по сути, обманете самого себя. У вас сформируется очень тяжелая зависимость, при отмене у вас будет выраженный абстинентный синдром, с паранойей, с возбуждением, у вас нарушится сон. У меня была одна пациентка, у которой развился лунатизм, она на отмене себя просто за ногу привязывала к кровати, потому что боялась, что выйдет в окно. Все очень серьезно. Естественно, как у всех транквилизаторов, нарушается соотношение быстрой и медленной фазы сна. На отмене у пациентов возникают очень кошмарные сновидения, эти люди не досыпают, нарушения сна усугубляются, поэтому зачастую их приходится госпитализировать, очень медленно отменять эти препараты, компенсировать им нарушения сна. В дальнейшем многим требуется реабилитация для восстановления работы мозга и для профилактики срывов, то есть, по сути, вы можете очень легко сформировать у себя достаточно тяжелую зависимость, которая потребует значительных усилий для лечения. В каждом ролике я говорю, что психотропные препараты не сочетаются с алкоголем. От слова никак. Вы не можете принимать алкоголь и принимать психотропные препараты. Если вам назначен колонозепам, забудьте про алкоголь. Он очень сильно усиливает депрессорное действие на центральную нервную систему, вплоть до комы и до угнетения дыхания. Скорая может просто не доехать. А может и не разобраться, если почувствует запах алкоголя и не поймет, что там транквилизаторы, надо вводить специфический антидот. Антидот, кстати, есть от бензодиазепинов, он называется аннексат. Он присутствует на любой скорой помощи, но еще надо разобраться и понять, что с человеком случилось, чтобы ему качественно помочь. Поэтому включайте голову, ни в коем случае не назначайте сами себе транквилизаторы. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме препарата колонозепам, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем. Редактор субтитров А.Семкин